Здравствуйте, меня зовут Марк Фыван, являюсь управляющим инвестиционной компанией Церих Capital Management и хотел бы с вами поделиться, рассказать про текущую ситуацию на рынке, какие на текущий момент актуальны и интересны торговые идеи и так далее. Начать хотел бы с общей ситуации, с общей картины. Несмотря на хороший старт сезона отчетности российских компаний, тем не менее российский рынок и инвесторы, в целом внимание инвесторов приковано к геополитической ситуации. В связи с этим в последнее время, последние полторы-две недели, рынок акций показывает отрицательную динамику, несмотря на положительные результаты отчетности компаний. Связано это больше всего с геополитикой, Ну и данную коррекцию следует рассматривать как коррекционное движение к восходящему восстановительному движению, начавшемуся с середины июня. Поэтому рынок МВБ сейчас находится над уровнем 1920, весомый уровень. Если преодолеем его и закрепимся ниже, то будет высокая вероятность, что пойдем ниже и будем обновлять локальные минимумы в середину июня. На текущий момент и в ближайшей перспективе до конца лета каких-то существенных драйверов для роста рынка не предвидится. И скорее всего будем находиться в широком боковом диапазоне, в боковом движении. Но тем не менее, я думаю, отчаиваться здесь не стоит. Всегда есть какие-то идеи, хоть и спекулятивные какие-то, но все равно они есть. Вот в частности последние идеи, наиболее интересные, актуальные. Это идеи с акцией, связанной с ГМК Норникель. Ситуация здесь была следующая. Один из акционеров группы компании Металл Инвест продала свой пакет, тем самым увеличив приплоу, то есть акции, находящиеся в свободном обращении. И что спровоцировало рост коэффициента компании ГМК Норникель в индексе MSCI Rush. Соответственно, рост индекса привел к дополнительному притоку денег от индексных фондов. И акция на новости, что Металл Инвест продала эти компании, сначала упали на 4%, и затем буквально за два дня восстановилась и на текущий момент торгуются на тех же уровнях. Тем не менее, у компании есть также еще перспективы в плане основной деятельности. Так как ГМК Норникель является компанией дивидендной, то есть как такового роста производства сейчас у нее не наблюдается, она платит хорошие дивиденды. Кроме того, сейчас наблюдается рост сырья производимого, соответственно, никель и медь находится на максимальных показателях буквально за последние год-два. Поэтому будущее компании ближайшее, является интересным и перспективным. Но ближайшие цели по этой бумаге рассматриваю в районе 8900. Также на текущий момент, я думаю, очень актуальные идеи – это построение конструкции спредовых, то есть это покупка акции и продажа индекса. Что зачем это нужно? Ввиду того, что динамика сейчас очень шаткая валка и постоянно происходят какие-то выносы по тому же индексу, либо по каким-то бумагам. Мы с вами выбираем, допустим, бумагу, которая выглядит лучше рынка, либо имеет какие-то новостные показатели очень интересные, хорошие. И покупаем ее и продаем сам индекс. Таким образом, у нас рыночный риск, в общем, он зафиксирован и находится на нулевой отметке. И, соответственно, мы ждем, что эта акция будет преодолевать основную динамику индекса. Либо, если все будет падать, эта акция будет падать меньше, нежели чем сам индекс. Таким образом, мы получаем прибыль либо при росте бумаги выше индекса, либо при падении индекса больше, чем бумага. То есть вероятность получения прибыли у нас увеличивается. В частности, такая идея была реализована по акциям компании «Полиметалл». Ну, «Полиметалл» является у нас основным золотодобытчиком в России. И поэтому его, эту компанию, акции этой компании можно использовать как защитный актив в случае, если наступают какие-то глобальные геополитические напряжения. В частности, если посмотреть, допустим, историческую динамику акции и самого индекса, то в такие моменты критические акция росла, нежели чем падала, то есть по сравнению с индексом. Поэтому 25-го числа и 17-го, 17-го был набор позиций и 25-го числа дополнительный набор. Был открыт спред по акциям «Полиметалла» и, соответственно, шорт самого индекса, фьючерсов на индекс ММВБ. И на текущий момент, на начало этого дня, сам спред показывал прирост в размере 3,5%. Сам же индекс показывал, не индекс, а сама бумага показывала прирост всего лишь на 1,5%. То есть у нас что получилось? Акция чуть-чуть выросла, а индекс, наоборот, чуть-чуть упал. Соответственно, общая ситуация по конструкции получилась гораздо выше, нежели чем мы открыли бы позицию просто по акции. Вот такие позиции. Также считаю, что на текущий момент, в связи с обострением этой геополитики всей и повышенным давлением на наших экспортеров, в том числе и нефтегазовый сектор и металлургию, следует рассмотреть больше, сделать упор на компании, ориентированные внутри страны. Что это за компания? Ну, в частности, это компания электроэнергетики. Является электроэнергетикой на текущий момент достаточно сильной, то есть последние 4 дня растут, там, сетевые компании растут буквально по 5%, по 10% в день. Здесь идея в следующем заключается. То есть Россети имеет дочерние компании. Соответственно, дочерние компании эти начали отчитываться за 2017 год, и результаты по ним просто впечатляющие, шикарные. Соответственно, Россети, как материнская компания, в любом случае должна будет выжимать из этих дочерних компаний дивиденды, так как это является ее основной прибылью. Поэтому, в любом случае, дивиденды по этим сетевым компаниям, в частности, я говорю про все МРСК, то же самое ФСК, да, МОЭСК и так далее. Дивидендная доходность, коэффициент выплат дивиденды по ним будет, естественно, высокий. Остается только ориентировочно хотя бы на текущий момент рассчитать показатель прибыли годовой, и тогда уже можно будет иметь какую-то четкую картину по тому, какие именно сетевые компании более перспективными являются. Также хочу отметить из электроэнергетики компанию Мосэнерго и ОГК-2. По Мосэнерго также не так давно с клиентами заключали сделки, покупали на более среднесрочную перспективу. Здесь ситуация следующая. То есть компания фундаментально недооценена. И технически на последнее время выглядела гораздо лучше, нежели чем сам рынок и сам индекс энергетики. Поэтому было принято решение по преодолению уровня 2 рубля 40 копеек, с клиентами покупали по 2.43. Ближайшие цели на 2.49, 2.50, прошу прощения, на ближайшие цели рассчитываются до 3 рублей. По ОГК-2 хочу сказать следующее. Компании электроэнергетики некоторое время были в стагнации в связи с тем, что проходили крупномасштабные инвестпроекты у них и были в долгах все компании. Сейчас у большинства из них инвестиционные проекты заканчиваются. В частности, у ОГК-2 осталось лишь построить одну станцию энергетическую и, соответственно, вся прибыль будет идти либо на развитие, либо на выплаты дивидендов. А прибыль у них последние два квартала бьет, соответственно, все рекорды этой компании, предыдущие. Вот основные торговые идеи на текущий момент. Опять же таки, если смотреть в более долгосрочную перспективу, допустим, до конца лета, в случае, если доллар будет закрепляться, сам спот выше 61 рубля, то, полагаю, что дальнейшая восходящая динамика будет превалировать. Соответственно, здесь тогда следует обратить внимание на экспортеров, опять же таки, которые не так сильно будут подвержены санкционным каким-то действиям, либо на всеми нами любимый сургут нефтегаз, привилегированный. Объяснять, почему, соответственно, сургут нефтегаз, я думаю, не стоит, все это знают. Поэтому ждем какого-то начала импульсного движения по этой бумаге. Ну и также будем добавляться, заходить. Пока все. Спасибо. Добрый день, дорогие инвесторы. Приглашаю вас всех на семинар на московской бирже, который состоится 3 августа в 19.00. И главным вопросом для обсуждения будет, почему нужно инвестировать в российские акции и почему нужно делать это сейчас. Всех ждем. До встречи на семинаре.